17 мая состоялась очередная сессия Совета депутатов о ключевых вопросах и принятых решениях прямо сейчас в нашем сюжете. Сегодняшняя сессия у нас, как обычно, важная, сложная, вопросов очень много. Предварительная работа, конечно, всегда проводилась, и она достаточно плотно проводилась. И несколько раз депутаты в комиссиях собирались, депутатские слушания проводили по разным вопросам. Первым и одним из важных вопросов повестки дня стал доклад главы администрации Ленева перед Советом депутатов о проделанной в 2022 году работе. Глава регулярно озвучивает результаты деятельности администрации и подведомственных структур на телевидении и в интернете. Подробный отчет перед народными избранниками и их удовлетворительная оценка – скорее требование законодательства, ведь депутаты хорошо осведомлены о происходящем на территории поселка. Реализация комплексной инвестиционной программы. На 1 января 2023 года на ТАСЭ для него у нас было зарегистрировано 4 резидента. Ситхимфарм, производственная компанией «Профильсталь», ООО «Навас» и «Галант». Компания «Профильсталь» у нас уже осуществляет производственную деятельность. Компания «Ситхимфарм» и «Галант» в этом году только планируют начать строительство в 2025 году, уже начать непосредственно осуществлять свою деятельность. В 2022 году была продолжена работа по обеспечению ТАСЭ для него объектами инженерной структуры. Завершены работы по строительству автомобильной дороги на инвестиционной площадке с кадастрономом 1547, но все эту дорогу видели. Продолжена работа по привлечению инвесторов в МОТОСЭ Ленёва в совместной проработке со специализированными организациями по работе с инвестором Агентства инвестиционного развития на Сибирской области. Находятся проекты «Профильсталь» в вторую очередь, они хотят строить производство сэндвич-панелей. Также в проработке Ленёвский картон, бумажный комбинат, компания «Модульград», разрез «Богатырь» наш и компания «Карбойл». Ну, так для информации, еще компания «ЛСИ», которая у нас металлом занимается, тоже изъявили желание, но только в этом уже году. И документы подали уже в Агентство инвестиционного развития на площадку. В докладе главы прозвучал полный перечень проделанной работы по благоустройству, озеленению, содержанию территорий, освещению улиц, вывозу снега и мусора, ремонту теплотрасс и трубопровода. Мы проводили ремонтные работы в системе ЖКХ. За вот эти два периода, две зимы прошло, да, у нас получается около порядка 30 миллионов. Мы потратили, в общем, на все эти ремонты. Это на отопительный период. Сейчас идет у нас также подготовка, определены какие-то уже цифры есть, мы еще будем их корректировать. То есть эта работа также будет продолжена, чтобы мы безболезненно проходили зимний период. В 2022 году продолжалась деятельность по развитию жилищно-коммунального комплекса. Реализация программ по физкультуре на территории Ленёва находит новые пути развития молодежной и культурной программы. Завершился ремонт клуба Ленёвского дома культуры. Проведена диагностика и паспортизация автодорог для участия в программах по безопасности дорожного движения. По окончании доклада главе задали несколько уточняющих вопросов и большинством голосов признали деятельность администрации в 2022 году удовлетворительной. Немаловажными вопросами были отчет об исполнении бюджета за 2022 и первый квартал 2023 года и доклад об изменениях в планировании бюджета на текущий год. Председатель Совета депутатов отчиталась о работе Совета депутатов в 2022 году и первом квартале 2023 года, отметила наиболее эффективные способы взаимодействия с населением, исполнение депутатских наказов, поблагодарила всех за работу и отметила лично отдельных депутатов, активно работающих в плане поддержки бойцов СВО. Одним еще из таких важных вопросов, которые, наверное, в большей степени заинтересуют жителей, это изменения в правила благоустройства и связаны это с выгулом собак. Эти нормы, которые мы намерены включить в правила благоустройства именно Ленёва, они дадут право административной комиссии привлекать к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Мы пытались проговаривать, потому что это, скажем так, это практика, она впервые, я не знаю, Ленёва, наверное, как обычно, пилотный проект, потому что больше нигде такой практики пока что не нашли. И когда проговаривали, то, естественно, это заявительный характер, как всегда, для того, чтобы привлечь кого-то к административной ответственности, должно поступить заявление, должны поступить подтверждающие документы какие-то. Если, допустим, по парковкам на газонах, там на детских площадках, это всё-таки уже было раньше отработано и практика сложилась, когда фотографии, чтобы видно было место расположения этой машины, чтобы был виден номер, и тогда устанавливается владелец этого транспорта, соответственно, можно составить административный протокол. То в данном случае, в любом случае, это заявление от гражданина, который имел место, так сказать, видел это всё и наблюдал, ну и, соответственно, пожалуйста, можно, наверное, всё-таки фотографии будем пробовать. А привлечение свидетелей, конечно, может быть, даже коллективные какие-то обращения будут, тем более, если это неоднократно происходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова